Всего 12 обыкновенных мужчин, и как они изменили мир. Как быстро христианство покорило мир, всего за 2000 лет. В Россию христианство пришло намного раньше, чем в Америку. Россия – страна, у которой чудесное, богатейшее христианское наследие. Посмотрите, как Бог использовал всего несколько человек. Вспомним уже веры, о которых повествует Библия, те, на ком почивала рука Божья. И сегодня те, кто готов безоговорочно отдать Богу свои сердца, посвятить себя служению Ему, могут изменить наш мир. Мы не должны спокойно сидеть на месте, рассуждая, «Да, Бог все совершит по своей воле, а мне Он дал свою маленькую роль». Да, Бог действительно совершит то, что Он задумал. Но сегодня Господь действует не так, как в ветхозаветние времена. Мы вряд ли увидим, как огромные персты что-то пишут на стене. Сегодня Он, если хотите, пользуется обходными путями, другими орудиями. И эти орудия мы с вами, наши братья и сестры. И мы просто обязаны с полной отдачей делать то, что Он нам верил. Спасибо большое. Это действительно очень важный ответ, очень важный ответ. И еще один вопрос перед последним вопросом, не запланированный вопрос такой духовный. Если можно, скажите коротко, что вы думаете о святости Бога? Знаете, мне как-то рассказали удивительную историю об одном собрании верующих, протестантов в Англии. Причиной тому послужил Вестминстерский раскол. Христиане собрались вместе, чтобы выработать символ веры, который и назван был Вестминстерским символом веры. И стали поочередно обсуждать догматы Писания, и наконец дошли до вопроса, а кто есть Бог? Этот вопрос быстро поставил всех на место. Они были в смятении. Как люди, которые сотворены ограниченными, могут судить о бесконечном и вечном Боге? И тогда они предложили сделать это самому уютному участнику собрания. Они решили, пусть Он только начнет, а мы улучшим и дополним. Но юный христианин был так напуган, что попросил, а не могли бы мы сначала помолиться? И они сказали, ну что ж, молись. Тогда он встал и обратился к Богу, и сказал, Господь, Ты бесконечен, вечен, неизменен в Своей мудрости, силе, благости, святости, справедливости и истине. Потом он продолжил, но кто-то остановил его и сказал, стойте, стойте, это же и есть определение Бога. Он воистину бесконечен, вечен, неизменен в силе мудрости, благости, справедливости, истине и святости. Он свят и нас призвал к святости. Святость означает отделение. Быть святым значит отличаться от тех, кто тебя окружает. Следовательно, мы должны уподобляться образцу Христа. Умеем ли мы делать это? Не очень, но мы можем совершить это силой Святого Духа. Еще как можем. Мы можем славить Бога, являя пристальному взору мира Христа и окружающим святость нашего Бога. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что Иисус, пребывающий в нас, дает нам силу жить свято. Спотыкаюсь ли я, делаю ли я ошибки? Да каждый день. Прощает ли меня Господь, когда я каюсь и молю о прощении? Конечно, ведь Он верен Своему Слову. Ему милость воистину обновляется каждое утро. Он призвал нас к святости. Так отделитесь же от мира. Отделитесь для него. Спасибо большое, доктор Райт, потому что много людей действительно не понимают до конца значения святости Бога. И последний вопрос, доктор Райт. Нас слушают и смотрят сейчас миллионы людей. Я чувствую, я просто знаю, что вот эта наша встреча с Вами и Ваши ответы не на шаблоны и вопросы, и Ваши индивидуальные ответы, они дадут очень много духовной пищи, много духовных идей для размышлений наших зрителей. И я хотел бы попросить Вас, что бы Вы хотели пожелать нашим слушателям, которые сейчас слушают нас сейчас на русском, украинском языках, слушателям России, Украины, Белоруссии? Я благодарю Вас за то, что Вы пригласили меня в эту программу. То, что Вы делаете, просто изумительно. Ваша весть достигает огромного числа зрителей. И я верю, что Господь и дальше благословит Ваше служение. Я хочу обратиться к моим русским друзьям, к тем, кто говорит на русском языке, у кого есть русские корни. Помните, что Вы раньше многих обрели Евангелие. Господь в Своей суверенной воле решил, что весть о вечной жизни, поверивая Иисуса Христа, должна была раньше достичь русской земли, и христианство пришло на Русь задолго до многих земель и государств. О Писании говорит, с тех, кому много дано, много и взыщется. Бог верил русским людям великую драгоценность, благую весть. И на тех из вас, кто сегодня рассеян по лицу земли, кто живет в других странах, лежит ответственность нести Евангелие миру. Несите миру весть о спасении, несите миру Божью мудрость. Той надеждой, которую Он дал каждому из вас, мы можем поделиться с нашими соседями, друзьями, домочадцами. И я хочу сказать, что в этом мы должны подражать первым христианам. А они посвящали себя молитве. Просили Бога помочь им. Просили Его вложить в их уста слова, которые нужно было сказать. Просили Его дать им силы жить в святости, как подобает детям Божьим. Молите же Бога дать силу Духа вашим словам. Молитесь о тех, кого любите, кто вам дорог, о соседях и друзьях, которые еще не знают Господа. Пусть и они познают Христа. Молитесь с верой, помня о том, что наш Бог всемогущ, и что Слово Его действенно, что Иисус Христос, умерший за нас, хочет, чтобы многие пришли к покаянию и обрели вечную жизнь. Спасибо и благодарю всех, кто слушал меня сегодня. Пусть Бог благословит каждого из вас. Слава Богу! Спасибо большое, доктор Рай, за эту чудную беседу. Я верю в благословенную беседу, за ваши слова, за то, что этим ключом, неким ключом, просто Бог открыл ваше сердце. И я благодарен вам от миллионов людей, от имени миллионов людей, которые нас сейчас слушали. Я верю, что в будущем Америка и Россия будут стоять вместе. У вас есть прекрасная поговорка «Pray together, stay together». Если мы будем молиться вместе, Россия и Америка, мы будем стоять вместе. Спасибо вам! Всего доброго! Храни вас Бога! Храни вас Бога! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова